Сезон уборки зерновых в Казахстане практически окончен. В этом году сполей собрали на 2 миллиона тонн в бункерном весе меньше, чем в прошлом. Собрать больше помешала погода. Таковы официальные данные правительства, опираясь на которые премьер-министр Казахстана дал поручение Министерству сельского хозяйства урегулировать вопрос закупа зерна проткорпорации для стабилизации цен на хлеб. Реакция последовала незамедлительно. В тот же день на брифинге в правительстве глава Минсельхоза заверил, что меры приняты. Ежегодно для стабилизации цен на внутреннем рынке, начиная с февраля по июль каждого года, проткорпорации реализуются нашим мелькомбинатом от 150 до 250 тысяч тонн зерна. В этом году мы сколько реализовали? 150 тысяч. 150 тысяч тонн зерна на внутренний рынок реализовали для того, чтобы резкого повышения цены на хлеб не было. Но не тут-то было. Цены на хлеб, несмотря на утешительные прогнозы профильного министерства, начали расти. В лидерах оказался Павлодар, хотя в местном сельхозуправлении тоже заверяли, что область зерном обеспечена. Если сказать потребность нашей области в зерне третьего класса для производства муки, естественно, и хлеба, то нам где-то порядка 105 тысяч тонн зерна надо. Поэтому мы с уверенностью можем сказать, что наша область в этом году обеспечена на 100% продовольствием зерном. Но в действительности все наоборот. Булка самого ходового в регионе хлеба подорожала сразу на 20 тенге. Производители объяснили это повышением цен на зерно, которое повлияло и на стоимость муки. Цена килограмма муки и цена булки хлеба должна быть идентичной. Вот это вот паритетная такая вещь. От нее никуда не уйдешь. Это то, без чего хлеб не выпечешь. Зерно в Павлодарской области сейчас стоит 82 тысячи тенге за тонну. В то же время повышение стоимости хлеба, хотя и наблюдается в других регионах, но все же намного меньше, чем в Павлодарской и Акмолинской областях. Что привело к таким расценкам именно в этих регионах, объективны ли причины подорожания, или же это банальные спекуляции, выяснят специалисты антимонопольного ведомства. Подобное расследование в этом году уже проводили в Туркестанской области. И когда выяснилось, что местные производители действовали незаконно, их оштрафовали на сумму почти в 7 миллионов тенге. В настоящее время у нас вынесены уведомления департаментам по Акмолинской области. Это 5 уведомлений они вынесли. И сегодня вынесены 15 уведомлений департаментам по Акмолинской области. Уведомления – это усмотренный сговор по реализации хлеба. Уведомления подлежат исполнению в течение 10 рабочих дней. То есть, если субъекты их устранят, то, соответственно, мы реагировать не будем дальше. А если они не устранят, то антимонопольный орган в целом обязан по неисполненным уведомлениям выйти на процедуру расследования. И дальше уже, то есть в ходе расследования уже будут установлены факты, обоснованно ли или не обоснованно. Хлеб в Казахстане дорожает практически ежегодно. В прошлом году цены подняли средним на 5 тенге по стране. Пропорционально ли подорожание хлеба уровню объемов собранного зерна? В этом году в основных зерносеющих регионах страны собрали меньше урожая, чем в 2018-м. В Акмолинской области 1 гектар дал в среднем 11,5 центнеров, в то время как в прошлом году было почти 13. Гораздо хуже дела обстоят в Костанайском регионе, где объем урожая снизился почти в два раза по сравнению с прошлым годом. А вот в Северном Казахстане разрыв небольшой – полтора центнера с гектара. В Карагандинской области в нынешнем году собрали почти на три центнера меньше, чем в 2018-м. А в Павлодарской средняя урожайность гектара в этом году 10,5 против прошлогодних – 11. И хотя процесс уборки зерновых уже завершен, крупные производители новые урожаи пока не продают. Объясняют это тем, что доводят его до кондиции, сушат и чистят. Оглядываясь на большие аграрные компании, крестьяне продавать свое зерно тоже не торопятся. Потому и возникает искусственный дефицит. Крестьяне заняли позицию выжидательную, потому что тренд на пшеницу в настоящее время смотрит вверх. Подорожение зерна уже успело стать печальной тенденцией. Так кто задает этот тренд роста, если снижение объемов урожая не критическое, и меры для стабилизации цен на внутреннем рынке предпринимаются? Все дело в том, что продовольственная корпорация повышает тариф на зерно уже не в первый раз, только с начала сентября. Это и настораживает. Ситуация с недобором зерна в целом по республике приводит к тому, что имеются ожидания повышения роста цен. И это очень сильно отразилось на политике аграрной продовольственной корпорации, которая в этом году сначала объявила о закупе, первоначально объявила о закупе продовольственной пшеницы третьего класса без ограничений у крестьян по цене 62 тенге за килограмм. Буквально через три недели продкорпорация мотивирует тем, что на рынке существует предложение по более высокой цене, изменила свои цены на закуп и установила их в размере 72 тенге за килограмм того же качества. Буквально недавно продкорпорация обратилась к нам поддержать еще дополнительное повышение цен на зерно, так как крестьяне на ожиданиях, что цена на зерно будет дорожать, не реализуют это зерно в продкорпорации. В то время, пока корпорации, компании и отдельные аграрии заняли позиции низкого старта в гонке за выгодой, страдают граждане. Дорожает не только хлеб, но и крупы, и мясо. Ну а рост цен на продовольственные товары является основным проинфляционным фактором. Впрочем, она, инфляция, пока держится в пределах таргетируемого коридора в 4-6%. Сдерживают ее непродовольственные товары и услуги. Но как долго это продлится и чего ждать казахстанцам очередных расценочных взлетов или же наоборот падений, пока неизвестно. Анна Абрамова, Житекун